И все же святочный марафон подходит до завершения. А тому особливо эмоциональным людям в этот час требует остерогаться после святочной депрессии, попередживают психологи. Как выйти из режима святкования, включиться в працованный, высвятляла Мария Вячурка. По воде разных известок, до после святочной депрессии у той и той иной ступени схильная от 20 до 65% насильства. Чему же можно суммовать после самого лучшего свято в годе, мы запытались образ талчан. Ну, естественно, как всегда, зима, хандра. Депрессии наступают человеку из-за каких-то мелких проблем в основном. И какие-то они были бы проблемы, их надо просто отпускать со всей спокойностью, с легкостью, и все будет хорошо. Я себя чувствую вообще замечательно. Люди, может, себя чувствуют по жизни не очень хорошо, поэтому у них депрессия независимо от Нового года или нет. Дренное самоочувание, разчарование, стомленность. Гребовать гетим не варта. Бо именно так, наибольшие эмоциональные люди реагуют на переход с долгого чекания свято в новый житчевый период. Не все чекания справдились, не все планы исполнились. Але это не депрессия в полновартосном выгляде, якая потребует медикаментозного лечения. Это так званый депрессивный стан. Рецепт для его переодолевания вядомый. Здоровый ладжица, регулярная зарадка, правильный режим працы и отпочинку. Данные новогодние праздники, Рождество связано с особой ночной активностью, которая может приводить к расстройствам биоритмов, расстройствам сна, расстройствам настроения. Также люди пренебрегают правильным питанием и в некоторых случаях идет повышенное употребление алкоголя. Позбавиться от непотребных и старых речев, почать прием витаминов Д, А и С, а так само больше бывать на свежем поветре. Усього это надасть мощи и желание жить и працать у нового 2015 года.